Очередь возле ворот Кремлевского дворика собралась задолго до восьми ударов колокола. Музей, который доступен и в обычное время, в сумерках воспринимается иначе. Знакомые здания и экспонаты становятся другими, загадочными и таинственными. Ночь в музее здесь, на территории Кремля, Вологда проживает уже в четвертый раз. Как говорят сами сотрудники музея, эти несколько часов они готовили последние полгода. И уверяет, что каждый гость сегодня найдет занятие по душе. Зачем мы схожняем жизнь, если есть такие легкие способности сделать все. Это кузнец Иван рассказывает про газовый горн. Единственную современную вещь в своем обиходе. Чтобы управиться с настоящим, не обойтись без помощника. Да и дело на сегодня предстоит небольшое – выковать гвоздь. Впрочем, помощник молотобоец все же нашелся из числа зрителей. По шляпке нужно бить быстро и ровно, чтобы она не заваливалась на бок и остыть не успела. И уже через несколько секунд готовый шедевр предъявляют на зрительский суд. Первый раз в жизни. Я человек военный, конечно, видал такие гвозди. Но вот сам лично первый раз паковал, получил большое удовольствие. Вот она и получается. А это уже другая сказка – деревянная. В руках мастера оживают липовые и березовые бруски, чтобы стать формами для печатных пряников. И тесто для этого старинного вологодского лакомства тоже особое. Без глазури и других украшений, чтобы не испортить красоту оттисков. Тесто – это из книг поваренных, просто отработанных. Вот мастер сделал форму. Начали пробовать разные рецепты. И вот этот наиболее удачно отражает рисунок пряничной формы. Зовут меня Иван, сын Никитин. А еще называют меня Слободским. Почему так называют? Потому что живу я в Слободе за речкой Вологдой. А это так уже вовсе и не сказка. Такой Иван в кремлевских стенах на самом деле жил больше трех веков назад. Занимался богоугодным делом. Переписывал книги и пел в церковном хоре. А еще ввел Иван в Вологодскую летопись. Писал, как строился Софийский собор. И теперь охраняет он единственную, сохранившуюся с того времени, реликвию. Это Евангелие, вкладное из Софийского собора. 17 век. Было напечатано при дворе царя Алексея Михайловича. Среди 150 Евангелий только 10 были расписаны художниками. И одно из 10 Евангелий мы с вами видим здесь. И сегодня можем предоставить, посмотреть такую возможность нашим гостям. И само книжное хранилище, что в западной стене, посетителям показывали впервые. Обычно пройти сюда можно только по спецпропуску. Многое на 12 музейных площадках было в первый раз – переплетение картинок и звуков. В Софийском соборе звучала капелла. В кремлевском дворике исполняли ретро-песни. А под занавес праздника над Вологдой вновь разнеслись колокольные звоны.